Шалом всем! Меня зовут Ариэль Ревах. Я являюсь пастором мессианской общины в городе Рамли. В Израиле наша община называется призвание Израиля. Потому что я верю, что то призвание, которое Бог даровал народу, Бог никогда не отменял. Об этом сказал апостол Павел в послании к римлянам. Дары и призвания не подлежат пересмотру. Это было сказано именно в отношении народа израильского. И я верю, что в это последнее время Бог будет восстанавливать и возвращать это призвание народу. И сегодня мы поговорим на такую непростую тему, противоречивую тему, сложную иногда тему. Израиль и церковь. Как складывались эти отношения в прошлом и что происходит сегодня. Я хочу начать сегодняшний урок с такой небольшой истории. Однажды у прусского короля Фридриха Великого был верующий врач. И король, он был абсолютно неверующим атеистом. Но он спросил, задал такой вопрос своему врачу. Докажи мне одним словом, что Бог существует и побыстрее у меня нет времени. На что доктор ответил всего лишь короткой фразой. Евреи, ваше величество. И об этом написана книга, которая так и называется Евреи, ваше величество. И если мы посмотрим действительно на всю историю, то израильский народ перенес инквизицию, гонение, преследование, холокост. Сегодня, 27 января, когда я записываю это видео, весь мир отмечает день памяти жертв, переживших холокост. 6 миллионов евреев были уничтожены в газовых камерах, расстреляны фашистами во время Великой Отечественной войны. И это большая трагедия, которую мы не должны забывать. И в конце войны, когда уже решался исход этой войны, Гитлер сказал такую фразу, что если мы проиграем эту войну, это будет Пурим 46-го года. Сталин, мы знаем, в 52-м году было такое дело врачей, когда было сфабриковано обвинение против еврейских врачей, когда Сталин уже готовил вагоны, чтобы отправить тысячи евреев в Сибирь. И именно во время Пурима у Сталина случился инсульт. И это не состоялось. Один старый еврей, находясь в лагере, сказал, кто такой Сталин? Он всего лишь плоть и кровь. И Бог защитил свой народ. И сегодня мы видим, как многих этих империй, императоров, многих тех, кто хотел уничтожить евреев, их нет. Но есть государство Израиль, народ сохранился, сохранил свою веру, сохранил свою культуру, сохранил свое писание. И это может сделать только Бог на самом деле. И во Второзаконии, 7 глава, 6-9 стих, здесь Господь говорит, Потому что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкой и освободил тебя из дома рабства. И так знай, что Господь Бог твой есть Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим и сохраняющих заповеди его до тысячи родов. Немножко выше Бог говорит Израилю, он говорит, не потому что вы многочисленны, но потому что вы малочисленны. И на этом основаны отношения Бога к своему народу. Это любовь и это завет. Как же складывались отношения Бога со своим народом? В Евангелии Туана, в 19 главе, мы читаем, что Израиль, как народ, отверг своего мессию. Когда они сказали, нет у нас другого царя, кроме Кесаря. И дальше мы читаем, что через 30 примерно лет римляне разрушили храм, запретили евреям жить в Иерусалиме. Затем в 135 году, когда было восстание Барковбы, римляне вообще распахали Иерусалим и переименовали Израиль в Палестину, назвали Иерусалим Элия Капитолина. И с этого момента началось двухтысячное рассеяние, изгнание и, можно сказать, уничтожение народа израильского. Но что же происходит с церковью? В истории мы читаем, в Деянии апостолов мы читаем, что когда церковь начала распространяться, расти по Римской империи, то иудаизм, он был основой первой церкви. Церковь, она отмечала именно Божьи праздники. Они праздновали Пасху, Субботы. То есть иудаизм был основой. Да, апостолы на Первом Соборе, они открыли, можно сказать, доступ для язычников, сказали, что им не нужно соблюдать весь закон, все правила, все постановления. И это дало возможность язычникам присоединиться, как написано, к сообществу народу израильского, стать одним целым. Но дальше мы знаем, что из-за того, что верующих из евреев становилось все меньше, но верующих из язычников становилось все больше, стал большой вопрос уже у церкви, которая насчитывала много тысяч и миллионов верующих, у церкви стал вопрос, а что же с евреями? И знаем, что церковь пошла на компромисс. Давайте немножко я хочу зачитать, что же происходило на всех соборах, какие принимались решения и что так оттолкнула церковь от Израиля. Начиная с Никейского собора, это в 325 году, Константин постановил очистить церковь от ее еврейской составляющей. В письме Константина, направленном епископом, сразу после собора, он объявил о том, что для церкви было бы неправильным следовать обычаям евреев. Говоря о соблюдении церковью Пасхи, он написал, пусть у нас не будет ничего общего с евреями, которые на самом деле наши враги. И эта нерегулярность в освящении дня Пасхи должна быть исправлена для того, чтобы у нас не осталось ничего общего с этими изменниками и убийцами нашего Господа. Евсевий, современник и их сторонник Константина, подвел итог решениям, принятым на Никейском соборе таким образом. Кажется недостойным то, что мы должны были следовать обычаям евреев. И пусть у нас будет ничего общего с этой мерзкой еврейской толпой. Давайте мы отделим себя от всякого участия в их делах. Молитесь постоянно о том, чтобы ваша душа не была запятнана даже прикосновением к их обрядам. Все мы должны объединиться и избегать всяких практик еврейского образа жизни. Антихийский собор, 345 год. Если какой-нибудь епископ, пресвитер или диакон посмеет после этого постановление праздновать Пасху вместе с евреями, то собор объявит им анафему от церкви. Этот собор отлучит от служения не только их, но и всех тех, кто продолжит общаться с ними. Лаодикийский собор, 365 год. Не разрешается не приветствовать еврейские праздники, не праздновать вместе с ними. Христиане не должны уподобляться иудеям, отдыхая вместе с ними в субботу. Но должны работать в этот день. Если будут найдены иудействующие, пусть им будет объявлено анафеном от Христа. Служители не должны. Это собор в Агде, Франция, 506 год. Служители не должны принимать участие в еврейских праздниках. Собор Толедо. Пасха должна везде праздноваться одинаково во время, установленное Никейским собором, а не во время Песоха. Никейский собор, 787 год. Те, кто открыто или тайно соблюдают шаббат и следуют другим обычаям евреев, не должны приниматься в общество ни в молитвы, ни в церкви в свете таких заявлений. Мы должны задать себе очевидный вопрос. Если еврейская составляющая христианства умерла еще в первом столетии, как многие были табуда учены, почему же церковные соборы до сих пор сражались за то, чтобы уничтожить это влияние спустя 7 столетий? Еще хочу прочитать несколько высказываний первых отцов церкви. Один из первых отцов церкви Юстин Мученик, исключая роль Израиля как царство священников Богом в спасении человечества, выделил всего лишь 4 этапа в человеческой истории творения, падения, искупления Иисуса Христа, новое небо и новая земля. Ориген около 185 года до н.э. вывел метод аллегорического толкования Писания, на основании которого развил догму о том, что церковь является новым Израилем, что она в буквальном смысле заместила существующий Израиль в планах и целях Бога. Ориген интерпретировал Ветхий Завет таким образом, что он стал применим к церкви и вообще ко всему неевреевскому миру. Спустя 50 лет Иоанн Златоуст, епископ Интеохий, дал теологическое обоснование ненависти к евреям. Христианин, бьющий или убивающий еврея, совершающий священный акт. Иоанн Златоуст начал проповедовать ненависть к евреям, характеризуя их как похотливых и жадных. А блаженный Агустин оценивал роль Израиля не более чем данная Богом иллюстрация проклятого народа. В средние века в Испании происходило насильственное крещение евреев. Чума в Европе унесла более 2000 человек и евреи были обвинены в распространении эпидемии, подвергались расправам. Начиная с 1095 года было совершено 15 крестовых походов против неверных мусульман и евреев. Во время одного из них только в Иерусалиме было живьем сожжено 6000 евреев. И теперь Мартин Лютер перенял от отцов в церкви антисемитские взгляды. Сначала он хотел обратив евреев к христианству, но затем перешел к ненависти к ним. В конце жизни Мартин Лютер написал две работы против евреев, одна из которых относительно евреев и их лжи. В ней даны основные рекомендации, как вести себя с евреями. Сжечь все синагоги, разрушить их дома, конфисковать святые книги, запретить раввинам учить, запретить путешествовать, заниматься ростовщичеством, конфисковать имущество, заставить трудиться физически, выселить из провинции, где живут христиане. И реформация распространила эти идеи по всему миру. И за долгие века население европейских стран узаконило и сделало своей социальной привычкой подобное отношение к евреям. И вот эти семена, они даны свои плоды. В России только с 901 по 905 год, послушайте, за эти годы в 660 российских городах, российской империи, было совершено около 690 еврейских погромов. Когда совершался казнь в Гаге фашистских идеологов, Юлий Штрахер, такой идеолог, он сказал, «Я бы ничего не сделал против евреев, если бы 400 лет назад об этом не сказал Мартин Лютер». И это причина, почему, во-первых, сегодня Израиль евреям так тяжело принять Христа, Мессию. Потому что церковь на протяжении веков, она пыталась, во-первых, обратить евреев в христианство. И делая это очень насильственными способами. Затем крестовые походы, уничтожение, холокост. Все это породило, построило огромные стены отчуждения, отделения. И вот даже какой-то ненависти между евреями и церковью. И только уже после войны, когда произошло это массовое убиение, когда был восстановлен Израиль, многие западные деминации, католицизмы, большинство протестантских в церкви, они начали процесс такой покаяния за ложную такую теологию. И выросшие на этой теологии вот эти злодеяния, и признали ответственность христианства за антисемитизм. И сегодня также становится ясно, почему, опять же, евреям так сложно принять Христа. Представьте, вот тот первый собор, на котором собрались апостолы, которые также были все евреями, и они решали судьбу язычников. Если бы они так отнеслись к язычникам, спаслись бы сегодня язычники? Я думаю, что нет. И это ответ. Но сами апостолы очень снисходительно отнеслись к язычникам. Они открыли этот доступ, и благодаря этому вера в Мессию, она распространилась, и пришло спасение во всю Римскую империю, и распространялась и распространяется до сего времени. Мы знаем, конечно, что в этом был также Божий план. И я хочу, чтобы мы немножко рассмотрели послание к римлянам, где Павел, он объясняет уже в то время, что же происходит с Израилем. Уже тогда, в то время, церковь, она уже не понимала, да, почему верующих евреев становится все меньше, не понимала призваний, предназначения Израиля. И произошло вот уже тогда начало этого разногласия и этого разъединения. В послании к римлянам 9 глава, здесь Павел, он 9-10 глава, он начинает, он объяснять вот то, что происходит с Израилем. Первый стих, он говорит, «Истину говорю во Христе не лгу, свидетельствует мне моя совесть в Духе Святом, и великая для меня печаль, и непрестанное мучение сердцу моему. Я сам желал бы быть отлученными от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос, Мессия по плоти, сущий над всеми Бог благословенный вовеки. Аминь». И здесь Павел, он начинает вот эту историю о том, что он сам печалится, его самого очень расстраивает то, что происходит с Израилем, с еврейским народом. И он говорит, что у Израиля вот было дано это призвание, им дано было заветы, им дано была Тора, им дано было богослужение, им даны были обетования, и от них, конечно же, конечно же, родился Мессия. И это, наверное, самое главное призвание и предназначение Израиля, чтобы через этот народ родился Спаситель всего мира. И 10 глава, Павел продолжает он объяснять, тоже с 1 стиха, «Желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении, ибо свидетельствую им, что имею древность о Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией, стремясь установить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона, Мессия к праведности всякого верующего». И дальше он говорит здесь, что «близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедую. И здесь он объясняет, как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое, но не все послушались благовествования. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. «Но спрашиваю, разве они не слышали, напротив, по всей земле прошел голос их до предела, Слово их». И я хочу здесь остановиться. И здесь Павел говорит о проповеди Евангелия. И многие цитируют место, говорят, что «как прекрасны ноги благовествующих благое». И говорят, как прекрасны ноги евангелистов, которые идут и проповедуют Евангелие по всему миру. Да, конечно. Но Павел в контексте говорит здесь о народе Израилева. И интересно, что Павел цитирует место из пророка Исаии, 52 главе, 7 и 8 стих. И здесь Павел, он сказал здесь коротко это место, но в Исаии написаны, как прекрасны ноги благовествующего мир, проповедующего радость и говорящему Сиону о спасении, и говорящему «воцарился Бог твой». И дальше он говорит, «как голос сторожей, они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион». Вот так звучит полное место. И Павел говорит, «как прекрасны ноги тех, кому, кто благовествует Сиону, говорящему о спасении, и говорящему, что воцарился Бог твой». Когда Бог воцарился? Это когда Иисус висел на кресте. Там висела табличка, на которую Пилат написал «Иисус, Ишуа, Мессия, Царь Иудейский». Именно в этот момент Он воцарился и сел, написано, на троне. В пророка Иеремии 31-31 написано, что Бог говорит, «заключу завет с домом Израиля и с домом Иуды». Именно в этот момент, когда Иисус умер и воскрес, Слово Божие, это пророчество, оно воплотилось. Бог заключил новый завет с Израилем. Иисус в первую очередь Он стал царем Израиля. Да, Он спаситель всего мира, но по Писанию, по пророчествам Он царь иудейский. И в этом месте, в Исаии 52-й главе написано, «говорящемуся Он, воцарился Бог твой». Это говорит о том, что необходимо проповедовать, говорить Израилю, евреям, о том, что Ишуа, Он Мессия, Он царь, что Он заключил Новый Завет с домом Израиля и с домом Иуды. И дальше Он говорит, «Голос сторожей». И я вернусь еще к этому месту и покажу, как я вижу, это место воплотилось. Дальше возвращаясь к 11-я глава. 11-я глава послания к римлянам. И первый стих Он говорит, «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вемни Аминова». И вот мы читали, что решали эти соборы, что постановляли первые отцы церкви. Это породило такую известную теорию замещения, что Бог отверг свой народ, что сегодня есть вот эта аллегория, что церковь, она стала вместо, вместо Израиля. Сегодня церкви принадлежат все обетования и благословения. И вот здесь Павел говорит, «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг свой народ? Никак, ибо и я, израильтянин, из семени Авраама, из колена Вениаминова». Не отверг Бог народ свой, который наперед знал. Не отверг Бог свой народ. И это Слово Божье. И это говорит о том, что Бог не отвергал свой народ. В этом был Божий план в том, что на какое-то время мы сейчас прочитаем, Бог закрыл глаза еврейскому народу. Это был Божий план для того, чтобы Евангелие спасения пришло во всем мир. Но Бог никогда не отвергал своего народа. И вот мы видим, что вот это неправильное трактование и понимание отцами церкви породило вот это гонение, истребление евреев. И церковь, она, как она, как даже здесь написано, мы прочитаем, она заняла место Израиля. И отвергла себя, можно сказать, от еврейских корней, от истинных корней. И дальше, смотрите, мы будем читать сейчас об этом. Что же говорит ему Божий ответ? Я соблюдал в себе семь тысяч человек, которые не преклонили колено перед валом. И здесь Павел объясняет, что Бог сохранил остаток. И вот давайте прочитаем с одиннадцатого стиха. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычников, чтобы возбудить в них ревность. От их падения спасение язычников. Подумайте на минутку, если бы в то время Израиль принял Мессию, принял спасение, как должно произойти, язычники спаслись бы, остальные бы народы приняли бы Иисуса? Я думаю, что нет. Но Бог написано просто закрыв глаза своему народу, для того, чтобы спасти все остальные народы, для того, чтобы спасение пришло во все страны. Написано, их падение богатство миру и оскудение их богатство язычникам, но тем более полнота их. И Он говорит, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Наоборот, должно было быть так, что то, что народы приходят к Богу Израиля, это должно было наоборот возбудить в них ревность в той вере, в живой вере. То, что народы приходят к еврейскому мессии, обращаются к еврейскому Богу, это должно было быть наоборот, возбудить ревность в народе израильском. Но произошло совсем по-другому. Церковь приняла мессию и стала гнать, стала притеснять еврейский народ. Им написано, если их отвержение примирения мира, то что будет принятие? Как не жизнь из мертвых? Если же некоторые из ветвей отломились, а ты дикая маслина привилась на место их и стала сообщником корня сока маслины, то не превозносись перед ветвями, ибо если же превозносится, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Здесь давайте остановимся. Павел говорит, если их отвержение благословения, примирения мира, то что будет их принятие? как жизнь из мертвых? И я верю здесь, что Бог, он работает, я раньше думал так, что было время Израиля, потом время церкви, Бог заберет церковь, и потом будет вознесение, и затем Бог будет снова разбираться с Израилем. Но я сегодня вижу здесь в Писании, что Бог, он параллельно работает, он параллельно работает с язычниками, с неверующими народами, он работает с церковью, и он работает вместе с народом Израиля. Здесь написано, что их принятие будет, что воскресение из мертвых. Это то, что ожидает церковь. Но смотрите, это не произойдет до того момента, пока Израиль не придет и обратится к своему Мессии. Так говорит Слово Божие. И дальше здесь он говорит, если же некоторые отломились. Смотрите, Павел говорит, не весь Израиль, не весь народ отверг Иисуса как Мессию. И в истории мы читаем, что были евреи, которые верили в Иисуса, верили в Ишуа как своего Мессию за всю эту историю. И дальше он говорит, что не превозносись, не гордись. Он говорит, потому что корень держит тебя. И он говорит, если Бог не пощадил природных ветвей, то пощадит ли тебя? Написано, благость и строгость Божия. Строгость копашем благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе ты будешь отсвечен. Но и те, смотрите, и те, написано, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять их привить. И если ты отсвечен над дикой по природе маслиной и не по природе привился к хорошей маслиной, то тем более эти природные привьются к своей маслине. И не хочу оставить вас, братья, в неведении о Тане и этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло отчасти до времени, пока не войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона избавитель и отвратить нечестие Иакова. И это завет им от меня, когда сниму с ней грехи их, в отношении благовестию они враги, но в отношении избрания возлюблены Божия ради отцов. И тогда и дары, и призвания не подлежат пересмотру. Удивительные стихи. И написано, что написано, ожесточение произошло до времени, пока не войдет полнота язычников. И сегодня мы видим, что Евангелие распространяется и распространилось почти по всему лицу земли. Может быть остались еще какие-то народы и племена. Но какая цель, чтобы спасение пришло во все народы? И написано, Бог закрыл на некоторое время. Написано, до времени, пока не спасутся другие. Но что сегодня происходит, я вам скажу. Сегодня за последние 20 лет, примерно 20 лет, есть такая статистика, евреев, которые обратились к Мессии Ишуа больше, чем за 2000 лет. Это удивительно. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог стал открывать постепенно глаза своему народу. Но и двери для язычников они стали медленно потихоньку закрываться. Сегодня можно немножко проанализировать запробуждение, которые происходили во всем мире. Они двигались из континента в континент, из страны в страну. И сегодня большое пробуждение происходит в Китае, в Африке, в странах, которые еще до которого времени были закрыты. Но и также евреи приходят к своему мессии. Я как также мессианский еврей, который проживаю в Израиле, я хочу сказать, что здесь в Израиле также за последние 20 лет общин сегодня существует около 300, даже больше. еще также 20 лет назад здесь была всего лишь маленькая группа верующих. Но сегодня больше 300 общин, больше 20 тысяч верующих. И это не только из, можно сказать, русскоязычных евреев, которые возвращаются сюда. Также коренные израильтяне, евритоговорящие, они находят своего мессию. Да, еще не так много может быть, как в сравнении с другими народами, но это происходит, и это растет, и это увеличивается, и евреи обращаются к своему мессии. И это свидетельство того, что Бог сегодня работает с Израилем, сегодня Бог восстанавливает эту маслину, природные ветви, они снова восстанавливаются. И написано, смотрите, когда войдет полнота. Мы не знаем, когда произойдет, но одно я тоже только могу сказать, нам сегодня нужно благовествовать. Вам, там, где вы находитесь, в той стране, где вы живете, в том городе, где вы живете, в том окружении, где вы живете, вам необходимо проповедовать благую весть, спасение. Нам здесь, в Израиле, также необходимо, что мы делаем, проповедуем Израилю, мы проповедуем Иисуса, Ишуа разными способами, разными метами, служа, своей любовью, своим сердцем, своей помощью. Мы молимся за них и говорим об Иисусе, об Ишуа, и люди обращаются, евреи обращаются к своему Мессии. И это удивительно для меня, это также, как я сказал, в Исаии 52 главе. Вторая часть написана «Голос сторожей». Они возвысили голос и все вместе ликуют и видят, как Господь возвращается в Сион. Кто такие сторожа? Я верю, что это церковь, я верю, что это верующие из всех народов, из всех стран. И здесь также мы в Израиле, те, которые сегодня поднимают свой голос за Израиль. Вы знаете, я ищу, я также провожу семинары об Израиле. Иногда люди подходят и говорят, нам никто не говорил, нам никто, ни пастор, ни служители не говорили, молись за Израиль. Сам Бог начал людям говорить, или во снах, или в молитве. Он поднимает сейчас церковь, для того, чтобы встать в проломе за этот народ. Сегодня мы видим, как происходит то, также мессианское движение, которое Бог поднял во всем мире. Оно также призвано для того, чтобы принести благую весть еврейскому народу. И я верю, что это время, когда Бог хочет соединить эти две группы людей, церковь и мессианскую общину. Потому что мы едины, мы верим в одного мессию, в одного царя. Но что я хочу сказать? В Иезекилях 37 главе, когда Бог говорит Иезекилю и показывает ему, написано поле сухих костей, и он говорит ему пророчествуй сухим костям. И написано, Иезекиль стал пророчествовать. И написано, что кости срослись, соединились, появилось мясо, кожа наросла, но написано, не было духа. Появилось тело. И это то, что произошло в 48 году, когда образовался Израиль. Физически он образовался, но еще не было, появилось вернее, там правительство, армия, то есть все структуры. но интересно, что в тот момент буквально в Израиле находилось всего лишь несколько верующих в Ишуа, евреев, и также из христиан, они находились здесь, и они видели исполнение пророчества Исаии 66 1. Видел ли ты, чтобы страна рождалась за один день? Это было исполнение пророчества. Но дальше интересно, Бог показывает Иезекилю и говорит, Иезекиль говорит сначала, но не было духа. И дальше Бог говорит Иезекилю, пророчествуй духу. И Иезекиль стал пророчествовать духу, и написано, дух пришел со всех четырех концов земли, вдохнул в это тело, и тело ожило. Вы знаете, я верю, что это дух, это дух святой. Но где обитает дух святой? Дух святой обитает в верующих. И я вижу вот такую картину интересную, что Бог использовал церковь для возрождения Израиля, для восстановления Израиля. Может церковь, она даже многие не знали об этом, и не размышляли об этом. Да, были христиане, которые верили в восстановление, молились об этом, но Бог через церковь восстановил Израиль. Потому что церковь, верующие стали молиться, ходатайствовать за Израиль, и начало происходить возрождение. И вы знаете, я сделал такое небольшое исследование о пробуждениях, которые происходили в мире. Это удивительно, что примерно в тот год, когда было пробуждение, в какой-то части мира, в это время происходило восстановление Израиля. Я хочу зачитать вам, чтобы вы увидели эту удивительную картину. В 1884 году Иосиф Рабинович был такой раввин из Молдавии. Он пережил встречу с Мессией. И вернувшись в Молдавию, он открыл первую мессианскую общину в Кишиневе. Что происходит в это время с Израилем, с евреями? В 1882 году до 1903 года начинается первая такая большая алия из многих стран, но в большинстве из России. Первая алия. Даже есть город такой в Израиле, Решон-Лицион, первый на Сионе. Он основан именно первыми русскоязычными евреями, которые вернулись сюда, на эту землю. Что происходит еще в это время? Известное пробуждение, такой был Чарльз Пархом, произошло в том, что 31 декабря 900 года во время молитвы Дух Святой сошел на церковь, и церковь верующие заговорили на иных языках. В 904 году произошло Уэльское пробуждение. В 1906 году началось пробуждение на Азуза стрит. В 905 и 907 год пробуждение в Индии. В 1907 год пробуждение затронуло все церкви в Индии, в такой местности Брахмапатуры и распространилось на юг. Что происходит с ивреями? В 1897 году Теодор Герцель проводит первый сионистский конгресс в Базеле и была создана сионистская организация. В 1896 году 130 верующих на шумных собраниях пережили проявление даров Духа Святого в 1896 году. Ровно за год до того, как Теодор Герцель основал сионистскую организацию, был первый сионистский конгресс. В 20-х годах происходит пробуждение в Англии. В 1922 году Британия также заметит, как было пробуждение в Англии в 20-х годах, в 22-м году Британия получает мандат на Палестину от Лиги Наций. И в этом году было создано еврейское агентство. Интересно, как Бог все заранее восстанавливалось. Это удивительно. Казалось бы, пробуждение в Англии и Британия получает британский мандат на Палестину. В 1947 году, это уже после войны, многие страны решают, что же делать с Израилем, что же делать, вернее, с еврейским народом, предлагают его поселить там, там, там. Но интересно, в 1947 году начались очень известные пробуждения. Кентрин Кульман начала такое пробуждение, это так и называлось пробуждение исцеления. Кентрин Кульман начала в этом году служение, в этом году начал служение Орел Робертс и также очень известная семья Осборнов начинают служение исцеления. В 1947 году, они так и называются пробуждение исцеления, в 1947 году организация ООН предлагает создать уже арабское и еврейское государство на территории Палестины. То есть процесс идет восстановление. В 1948 году, 12 февраля, произошло пробуждение в Канаде, в городе Саскачеван. Ой, очень интересно. И в 1948 году, 14 мая, было провозглашено государство Израиль. В 1948 году, посмотрите, как интересно все происходит параллельно. в 1956 году, было пробуждение в Эквадоре. В 1956 году была очень известна Синайская кампания, когда Израиль дошел до юга Синая и взял город Элат. В 1967 году было пробуждение, это пробуждение среди католиков. В монастыре Ноттердам, в Америке, в Пенсильвании Дух Святой сошел на католическую церковь и католики заговорили на иных языках. 1967 год, это шестидневная война, был освобожден Иерусалим. Удивительно. Были захвачены голландские высоты. 1967 год, пробуждение среди католиков, освобождение Иерусалима. 1973 год, было пробуждение в Папуа, Новый Гвинеи, в Камбодже, 1973 год, до коммунистических режимов. 1973 год, война судного дня, когда напали на Израиль в Йом-Кипур, но Израиль смог не только отбиться, но также дойти 100 километров до Каира. Представьте, это было удивительно, была война такая без подготовки, но Израиль выстроил и захватил Синай. 1978 год, это пробуждение в Эстонии, очень известное пробуждение в Советском Союзе. В 1979 году был подписан мирный договор с Египтом. И также друзья, очень известно, в 1989 восьмом году постепенно в Израиле начинается пробуждение. Евангелие приходит в Советский, еще тогда Советский Союз более массово начало распространяться с 91 года, но начиная с 1989 года начинается массовый исход русскоязычных евреев из Советского Союза. Больше миллион двухсот тысяч евреев выехали на свою землю в Израиль. И это удивительно, мы видим это, как Бог использовал церковь для того, чтобы восстанавливать Израиль. Как написано, что Дух написано пришел со всех концов четырех земли. И это также, когда церковь молится, когда церковь ходатайствует за Израиль, это тогда, когда верующие евреи, принявшие своего мессию, они возвращаются сюда, они начинают служить, проповедовать Евангелие. Бог, как написано в Эзекииле, Он оживляет, оживляет это тело. И сегодня, как я сказал, здесь больше трехсот общин, больше двадцати тысяч верующих. И я верю, что это будет расти и распространяться. Потому что вот это отношение, вот то, что Бог хочет сделать. Он хочет церковь снова соединить с Израилем, хочет соединить его с мессианским движением. Да, есть много-много может противоречий и непониманий, но цель Бога, это цель Бога, это единство. Цель Бога это приготовить одно тело. И мне нравится, как в Ефесянам во второй главе, я сейчас прочитаю этот стих Ефесянам вторая глава. Я очень люблю эти стихи. Ефесянам вторая глава. Ефесянам вторая глава. С одиннадцатого стиха Павел говорит, «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием совершами руками, что вы были в то время без Мессии, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не умели надежды и были безбожники в мире». Вот так Павел описывает то состояние неевреев в то время, но он говорит дальше, «А теперь в Исусе Христе вы, бывшие далеко, стали близкими кровью Мессии, ибо Он есть наш пир, соделавший из обоих одно, и разрусивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью свою, а закон заповедей учением, чтобы создать из двух в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством Креста, убив вражду на нем, и придя благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. Замечательные стихи. Он говорит, да, была преграда, и преграда была, это был закон, который не позволял евреям общаться с язычниками, да, но он не запрещал принимать язычников, тех, которые хотели присоединиться к Богу Израилеву. И, как мы говорили о том, что собор, первый собор апостола, он решил просто открыть двери для язычников. И в этом план Божий сегодня я верю снова поднять мессианскую общину среди евреев, сегодня, чтобы мы, как мессианская община, благовествовали, проповедовали своему народу, чтобы церковь, она понимала, знала роль, призвание, предназначение Израиля. Сегодня церковь, она, глядя на Израиль, она видела и понимала то время, в которое мы живем. И я верю, что действительно церковь, простите, Израиль, это Божьи часы. Потому что, живя здесь в Израиле, я вижу, как все в мире, политика, экономика, все, оно связано так или иначе с Израилем. И сегодня я также вижу, что снова антисемитизм, он поднимается во многих странах мира. И это время, когда Бог, он хочет соединить, опять же, много раз говорю, соединить, чтобы мы не разделяли себя, церковь от мессианских евреев, и мессианские евреи от церкви. мы одно тело, мы одно строение, один дом Божий для Господа, и он наш есть царь. И поэтому это время, друзья, нам объединиться, это время нам соединиться, это время в том, чтобы стоять друг за друга, в молитвах, служить друг другу, поддерживать друг друга, в это непростое время. Поэтому благословляю вас, друзья, пусть Дух Божий касается, пусть Дух Божий открывает вам Писание, пусть Дух Святой говорит вам об Израиле, о народе этом, о призвании, и для того, чтобы мы вместе, как здесь написано, могли поклоняться и слушать одному Отцу. И также в Деянии написано, что в последнее время Бог восстановит Скинию Давида, Скинию Падшую. Написано, чтобы и прочие народы они взыскали Господа. Прочие народы они взыскали Господа. Это время, друзья, нам служить, поклоняться вместе одному Господу. Я благословляю вас во имя Ишуа из Израиля. Аминь. Идеми. Скинию. Деяния. Писано,